Всем привет! Сегодня мы расскажем вам о существах, населяющих страницы книг главного зажигателя Руси. Николая Васильевича Гоголя. Бестиарь его пёстр, жутковат, но очень уж интересен. И потому, мимо всех чудищ оттуда, мы сегодня не пройдём. Хотя и стоило бы ради собственной безопасности. С кого начать разговор о монстрах в библиотеке Гоголя, если не с Ви? Как ни странно, прообразы его встречаются по всей Европе. Скифы, ирландцы, валийцы, славянские народы. Вероятно, основным прообразом был для них скифский бог смерти Вейю. А во времена, когда между упомянутыми народами была общая граница, культ распространился и принял трёх совершенно разных регионах свои черты. У кельтов это был злобный предводитель демонов Фоморов Балор, убивающий одним взглядом. У скифов остался тот же Вейю, а восточные славяне, похоже, придали этому образу черты языческого бога Велеса. Если вам непонятно, что это значит, объясню проще. После крещения Руси образ Велеса стали демонизировать, и вместо того, чтобы прославлять недавнего, второго по значимости бога, им стали попросту пугать. И Вей впитал в себя часть относимых к Велесу страшилок. Есть мнение, однако, что Вей изобретение украинское или белорусское. От украинского Ве, Вейка, белорусского Вейка, что значит ресница. А в русской народной сказке фигурирует Вей с чертами из повести Николая Васильевича Гоголя. Существо, убивающее взглядом, предвестник беды и подобие демона Велеса. Появляется он в одноименном произведении и в последнюю ночь служения Хамы Брута, уже почти одержавшего победу над нечистыми силами. Ни восставший из мертвых паночка, ни вурдалаки, никто не был в силах найти защищаемого молитвами семинариста. И в последний момент они приводят ведьминого мужа. В примечаниях Гоголь назвал Вия колоссальным созданием простонародного воображения. Таким именем назывался у малорусов, по словам Николая Васильевича, начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Только стоит понимать, что гномы – это не те милые младши, которыми он украшает сад, не толкиновские дети Дурина, и это даже не какие-то существа, а нежить. То есть это обитатели подземного мира. Вия обладает железными пальцами и лицом. Кроме того, он огромен в размерах тела и ресниц, и веки его не спадают на пол. Однако, а если его сородичи поднимут эти веки вилами, или каким-то образом сами – все-таки они не самые легкие на подъем – он разрушит все обереги и защитные чары, которые его окружают, и нежить сделает с несчастным, лишившимся этих чар, то, что сделала с Брутом. От страха решившего посмотреть на монстра. Даже вопреки внутреннему голосу, который предупреждал, что делать этого ни в коем случае нельзя. Упырь, он же вурдалак – один из самых древних видов нежития. Так как корни происхождения вурдалаков понятны, то есть это боязнь того, что мертвые станут оживать и оживать в виде озлобленных существ, не нашедших покоя, этот тип монстров был очень распространен. И особенно в Восточной Европе, где на и без того ужасающий образ мертвеца налагался страх одиночества перед угрозой. Края обширны, зачастую безлюдны, и слава о недобрых местах закрепляется прочнее. Например, таким местом считали Валахию, где якобы обитало много нечисти, но где на самом деле просто разбойничали люди и постоянно сталкивались в кровопролитных битвах войска различных государей. Славянская мифология упырем называли восставшего из могилы мертвеца. Как и вампиры, упыриепили кровь людей и животных. В народе верили, что упырями становились умершие колдуны, оборотни, а также заложенные покойники, чьи души не могли успокоиться после смерти. Выглядели они, как конкретно умершие люди и появлялись в той же одежде, в которой их хранили. Их описывали как существ, с красными глазами, алым румянцем на щеках от упитой крови, с хвостом и особым отверстием под коленом. Через него, верили люди, вылетела душа. При этом у них не было клыков. Кровь упыри пили при помощи острого языка. Днем они лежали в земле, а ночью приходили в дома родной деревни. При этом упыри не могли далеко отходить от своей могилы, им нужно было вернуться в нее до рассвета. В деревнях верили, что упыри становились причиной страшных эпидемий чумы и холеры. Если во время повального мора в каком-то человеке заподозрили упыря, его сжигали на костре. Думали также, что упыри подрезают жизнь, то есть высасывать не только кровь, но и силы из внутренних органов, от чего человек быстро умирал. Народные поверья сохранили много способов расправ с духами, но самое действенное из них – это, конечно же, осиновый кол. Его нужно было вбить в нечисть или в могилу. Под влиянием европейской культуры образ упыря все больше соединялся с образом вампира. А затем слово «упырь» приобрело переносное значение. Так могли называть неприятного, упрямого и просто злого человека. Что же касается мира нашего любимого Николая Васильевича, то упырей мы видим глазами Хамо Брута – Вия. Когда они приходят по зову ведьмы паночки и пытаются найти молящегося семинариста. Только вот, увы, для него. Перед самыми утренними петухами нежить все-таки обнаруживают Хамо и высасывают из него все жизненные силы. Одним из самых украинских существ в гоголевском бестияре можно считать по праву босоврюка. Информацию о котором на русском языке просто так и найти-то сложно, не говоря уже о том, чтобы понять его природу. Первое письменное описание существа встречается в повести Николая Васильевича Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала», вошедший в сборник «Вечера на хуторе» близ Диканьки. Конечно, босоврюк – нечисть из мифологии народов Восточной Европы и не просто демон, а чертов человек. Иначе говоря, сатана в людском обличье, обожавший спаивать казаков и одаривать казачьих девушек красивыми лентами, серьгами и бусами. Но не просто так. После всего этого на взявших нападала по ночам нечисть. А попробуй не взять, будет глядеть босоврюк такими ненавидящими глазами, что взять-то что-то будет казаться лучшим выходом из ситуации. При этом именно он предлагает Петрусю, герою этой повести, искать цветок папоротника, чтобы обрести вожделенное богатство. Но последствия помощи оказываются весьма трагичны. А оказывается, направлял босоврюк в смертных на место спрятанных кладов лишь за тем, чтобы этот самый клад впоследствии у них отнять. Босоврюка редко включают в бестеррии за неименем особых сведений о существе, но своей Мефистофелевой сущностью он зато напоминает персонажей из мифов венгров, словаков и, конечно, украинцев. С художественной популярностью привидений могут поспорить разве что вампиры или оборотни. В самом деле, если допустить реальное существование призраков, то до сих пор нельзя точно сказать, то ли мы живем среди них, то ли они обитают среди нас, то ли кажется. Самая распространенная теория, что, конечно, кажется. Но есть еще, конечно, общекультурный миф, который говорит о том, что привидения, они же призраки или фантомы, это души мертвых людей, прежде всего грешников, умерших неестественной или преждевременной смертью и блуждающих по сей день по нашей грешной земле. Вера в привидения сопровождала человечество едва ли не с самого начала его эволюции. Первое письменное свидетельство, контакта с призраком, относится ко второму тысячелетию до нашей эры. Глиняные таблички вавилонского эпоса о Гильгамеше описывают встречу Гильгамеша с призраком его умершего друга, Энкиду. Даже римляне, те самые римляне, которые покорили пол мира, отчаянно боялись привидений и периодически устраивали мероприятия по их задабриванию. Стоит ли говорить о том, что практически во всех культурах того времени существовал так называемый культ предков? Утопленники, повешенные, и самоубийцы ищут жарь среди людей, чтобы отнять у них душу и поместить ее в царство мертвых вместо себя. И, наконец, собрести покой. Призраки вовсе не обязательно должны иметь человеческие черты. Их проявления разнообразны, их поведение не одинаковое. Они могут иметь расплывчатый образ чего-то страшного, принимать вид человека, девушки или женщина в белом, девушки с распущенными волосами, старика в белом, с бородой до пояса, черного человека, покойника. Привидения могут появляться в виде животного, пса, кошки, козла, курицы, коня. Они могут казаться похоронной процессией, свадьбой, принимать форму конской головы, светящихся человеческих пальцев, отрезанных рук, отрубленной головы, пня, стога сена, снежного или воздушного столба или, наконец, блуждающих огоньков. На привидения совершенно не влияют условия окружающей среды. Оно одинаково хорошо видно как днем, так и ночью. Внешние источники света не делают их ярче. Изредка привидение может испускать свет самостоятельно. Призрак может принимать форму световых шаров, тумана или других визуальных явлений. Также возможно и осязательное ощущение прикосновения чего-то холодного или уловимый поцелуй или вообще общее понижение температуры в помещении. И, наконец, самый продвинутый тип привидений антропоморфные, то есть человекообразные. Это духи, которые активно взаимодействуют с окружающим миром, не перевязаны к определенному месту, охотно вступают в общение с людьми и, подобно полтергисту, иногда способны воздействовать на окружающую действительность. Открывать двери, поднимать вещи и так далее. Классический образ такого привидения белое полупрозрачное тело с нечетко проступающими деталями. Мистика позапрошлого века была полна привидений и пыталась ответить на вопрос почему призраки вообще остаются в нашем мире. Считается, что грешная душа попросту не может найти дорогу к источнику своего творения и вынуждена скитаться, если мы ее увидим в нашем мире по земле до тех пор, пока они скупят свою вину тем или иным образом. Не исключено и то, что призраки возвращаются к нам из потустороннего мира, чтобы предупредить живых об опасности, украшающей им, либо отомстить убийце за свою смерть. И, наконец, по поводу призраков можно добавить следующее. Русское поверье гласит, что 24 августа, в день поминовения святого мученика Евпла, ночью на могилах ходят привидения, слышны вой, свист, песнь, бегает белый конь. Кроме того, август сам по себе месяц призраков в традициях многих народов мира. Древнерусский фольклор чаще всего описывает злокозненных призраков. С ними нельзя разговаривать, к ним не рекомендуется поворачиваться спиной, а после встречи с привидением следовало бы вывернуть наизнанку свою одежду. Если вам покажется, что вы встретили призрака, в следующий раз так и сделайте. Теперь вспомним такое произведение Гоголя, как «Майская ночь» или «Утопленница», где нашим глазам предстает самая настоящая русалка. Но кто же она такая? Во-первых, ее нельзя путать с сиреной. Так греки именовали проживающих в воде монстров, но несколько другого типа людей-птиц. Русалки же это несколько иное олицетворение страхов, относимых к морским странствиям. Это практически всегда водяные девы, обладающие прекрасным голосом и чарующей внешностью. И обитательницы водоемов своими дарованиями пользовались по полной. И если зимой бояться нечего, когда от русалок защищает лед, то летом, особенно в русалищу неделю, они могли выбираться на сушу, чтобы очаровывать случайного путника. На севере России несчастного забредшего к водоему путника могла полулежа поджидать бледная, зеленоглазая и часто обнаженная девица. На юге же прохожих заманивали в ловушку красавицы в легких нарядах с лунного цвета лицом, выжимающие свои длинные косы. Но объединяло их одно. Своим видом и пением русалки стремились заманить жертв в воду, и легенды рассказывают о множестве подобных смертей мужчин с улыбкой на губах от увиденного и услышанного. Кем же они были, эти русалки? Ответ достаточно простой, они были утопленницами. Неупокоенные души, особенно с жаждой мести, оставались в мире смертных и просто забавлялись завлечением прохожих в воду. В народном понимании все больше приближаясь к образу демонов. Тот же самый мотив мы наблюдаем и у Гоголя, который в майской ночи отходит от осуждения самоубийства, к сожалению, печали по невинной девице. Черт. Злой дух из славянской мифологии, которого мы у вселенной Гоголя видели как минимум один раз. В кошмаре перед Рождеством. Кроме того, черт это самый распространенный в русской культуре представитель нечисти. Само происхождение нечисти в народных легендах связывается с ветхозаветным мифом о падших ангелах. А в русских легендах черти это ангелы, уставшие славить Бога. Сброшенные с неба они попадали кто в воду, кто в лес, кто в поле, превращаясь в духов места. Образ черта имеет дохристианское происхождение и в народном представлении представляло себя шерстяное антропоморфное существо с рогами, козлиными или коровьими копытами и хвостом. Может быть с парой хвостов. Иногда он еще имеет поросячий пятачок вместо носа, но в одном это шельма постоянно. Все время он гримасничает и не может удержаться на месте. В русской средневековой живописи облик черта отличается от человеческого остроголовостью или хотя бы волосами, стоящими дыбами, так называемым шишом, либо крыльями за спиной. После христианизации восточной Европы образ смешался с бесом, который опасен прежде всего тем, что умеет вселяться в людей и управлять их телами, а заодно с дьяволом и с другими языческими богами. Привет, Велес! Внешность у черта может быть самой разной, но в том или ином виде его образ присутствует в мифологии всех славянских народов. Называли же их тоже везде по-разному, тем более, что поминать черта в прямой никогда не рекомендовалось. Вмиг явится ведь. И обычно использовали иносказания, прозвища заместителей, афемизмы, нежить, враг, лукавый, нечистый, немытник, игрец и каяны и сотни их. Живут черти в лесах, на болотах, в заброшенных домах и даже в церквах. По белорусскому фольклору живут черти в самом глубоком болоте под самым густым кустом лазы. Чтобы изловить нечистика, нужно рубить такой куст. И черт сам вылезет, пытаясь понять, какого же черта происходит. Основное назначение черта искушать человека, толкать его на дурные поступки, склонять к лене, к жадности, к злобе и прочим порокам, грехам. Искусительно шептывает свои козни человеку в левое ухо. Кроме того, в брак черти в основном вступают с ведьмами. Когда черт с ведьмой венчаются, устраивают они игрища, пляски и шабаши, во время которых на перекрестках дорог возникают пыльные вихри. А если в такой вихрь бросить нож, острие окрасится кровью, смерть исчезнет, а на земле можно будет разглядеть отчетливые следы копыт. Черти особенно опасны в нечистых местах и в определенное время суток. Особенно ночью. Вплоть до утренних петухов. На цветке жив канун Ивана Купала можно даже призвать черта и использовать его помощь для гаданий, для загоров или просто вступить с ним в сделку. Но, в общем, не так страшен черт, как его молюют. Универсальное средство борьбы с чертом святая вода и крестное знамение. Исмекалка мужицкая народная хитрость. Хотя черт и представитель потустороннего мира и обладает необыкновенными для человека способностями, мужик и умнее и хитрее черта, и почти всегда в народных сказках сам же и одурачивает нечисть. Здесь явно сказывается сохраняющееся влияние дохристианской трактовки черта, в которой значительное место занимал элемент иронии. Вот что у черта действительно хорошо получается так это пьяных водить. Любит он пьяных и водит их по лесам, по болотам, по канавам и оврагам и спать укладывает и на крышах, и в ямах, и в погребах, и на бревнах. Все как надо. Как пьяный куда пойдет, так и окажется у черта на куличиках за несколько верст от того места, куда шел. Известны две группы сюжетов о черте. Первая та, где черт представлен чрезвычайно опасным и почти равновеликим богу. И вторая повествующая о глупом черте. Первая группа сюжетов опирается на библейские представления притчи. В них отражаются христианские мифы о происхождении черта как то, что черт это павший первоангел. А вот вторая ближе к нам, потому что представляет жизнь чертей в комическом аспекте. Черти дерутся, женятся, играют в азартные игры с мужиком и солдатом. Пожалуй, именно такого типажа черт и встречается кузнец у Вакуля в повести «Кошмар перед Рождеством», где он пакостит и пытается уговорить казака на сделку, но в итоге оказывается в прямом смысле оседлан и объезжен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok